В последние 10 лет я постоянно пишу тексты о том, что кому-то плохо, ему нужна помощь, поскольку такая специфика работы фонда. Только в этом году у нас нашелся еще один писатель этих текстов. Мне кажется, что это связано не с тем, что я пишу их как-то особенно хорошо, а просто потому, что я очень в этом вопросе привередлив. Фактически все тексты мне никогда не нравятся. Значит, по ходу дела, пока я буду что-то говорить, значит, меня можно перебивать, уточнять, спорить и так далее. Я так лучше пойму, что от меня хочется. Значит, также я заранее извиняюсь, если то, что я буду говорить, покажется общеизвестным, банальным и не открывающим ничего нового. Потому что мне кажется, что в этом навыке никакой особенной сложности нет в самом по себе написании текстов. Ну, просто садишься и пишешь, на самом деле. Также я должен сказать, что это занятие за 10 лет надоело мне хуже горькой редьки, потому что, значит, большинство подопечных фонда совершенно одинаковые между собой, но в этом случае отличаются очень мало. Как правило, мы с ними не контактируем лично, поскольку на это у нас нет никаких сил и возможностей. Как правило, мы имеем просто историю, которую нам рассказывает мама, какое-то количество фотографий, какое-то количество медицинских документов. В хороших случаях, некоторую видеозапись, где есть этот человек, которому нужна помощь. Значит, кроме людей, мне случается писать также просьбы о помощи в довольно абстрактных вещах. И, в принципе, иногда они тоже оказываются достаточно хорошо работающими. Также должен сказать, что сам по себе текст, как и фотографии, это только часть фондрайзингового успеха. Есть другие составляющие вот этого успеха, которые тоже чрезвычайно важны. Грубо говоря, если вы напишите очень хороший текст, но не сможете сделать так, чтобы прочитало достаточно много людей, у вас ничего не получится. Если вы напишите хороший текст, но ссылка от него будет вести на страницу, где неудобно делать пожертвования, или которые грузятся через раз, или другие технические проблемы, опять же, у вас ничего не получится. Ваша задача своим текстом – возбудить сочувствие. Но если сочувствие будет у слишком малого количества людей, эффект будет слишком низкий. Если это сочувствие будет невозможно так или иначе реализовать, то, опять же, вы ничего не достигнете. Поэтому то, о чем я буду рассказывать, это, в общем, только часть задачи. Также я должен сказать, что я никогда не учился писать. У меня в голове отсутствует стройная система знаний. Я по образованию учитель истории, и систематически ничем, кроме руководства фондом, никогда толком, в общем, не занимался. Поэтому, опять же, говорить я буду немножко путанно и сбивчиво. И чем больше будет вопросов, тем больше вы узнаете. Итак, значит, первое. Наша задача фондрайзингового текста – это сочувствие. Это вызвать в человеке некий живой отклик, какое-то живое движение души, которое сподвигает его к действиям. В общем, к действиям, которые заставят его ощутить некоторый ущерб. Пожертвование – это ущерб. Это то, что вы что-то тратите, чем-то жертвуете, и у вас чего-то становится меньше. Ну, как правило, денег. И даже если вы хотите просто не пожертвования, а перепоста, то это все равно некоторое действие, которое, значит, человек все равно задумывается, как оно, значит, на нем отразится. И на отношениях с аудиторией. И в любом случае вы чего-то от человека хотите. И у этого действия должно быть топливо. Должна быть некая причина это действие совершения. И чем более значима эта причина, тем на большее действие человек готов. Ну, в своем собственном мире. Потому что у каждого человека цена действия, она может сильно отличаться. Кто-то с легкостью, допустим, жертвует деньги, но не делает перепостов, опасаясь своему имиджу как-то навредить. Кто-то наоборот, готов транслировать любую чепуху, но у него, значит, денег нет или ему их очень жалко. Разные бывают люди. И, в общем, вы никогда до конца не знаете, если дело происходит, так сказать, вот в сети, в ее максимальном выражении, кто же, собственно говоря, вас на самом деле читает. Я сталкивался с очень неожиданными эффектами записей. Просто расскажу, значит, небольшую историю. Еще когда даже не существовало, еще когда все сидели не в Фейсбуке, а в ЖЖ, вот когда я был еще директором фонда, был без году неделя, и всех этих регалий, кто мне сейчас, значит, на меня навесили, у меня не было. И был я, в общем, никто, и звать меня никак. Однажды случилось в моей жизни такое совпадение некоторых событий, что я, находясь, значит, в городе Макао, реально ужинал с человеком, обладающим очень большими деньгами и очень большим влиянием. Ну, вот не из тех пацанов, которые правят миром, но обслуга их обслуги, примерно так. Он был директором Большого банка в Гонконге. Вот. И оказалось, что вот у этого человека директора банка в Гонконге, который, значит, бесконечно далек от моей жизни, от всех проблем, которые меня волнуют, от всего, он был бесконечно далек. Так вот, выяснилось, что у него есть специальный человек, который отслеживает российскую православную благосферу, составляет саммари и ему, значит, приносят распечатки. Ну, вот такие у человека были интересы, в силу там, ряда биографических обстоятельств. С тех пор многое изменилось. Человек, который уже сильно тоже изменил свою жизнь, сейчас мы с ним практически не общаемся, но факт в том, что вы никогда не знаете, кто вас на самом деле читает и почему. И зачем ему это надо. Так вот, ваша задача в максимальное количество людей разбудить некое сочувствие. И здесь надо понимать ряд вещей, скажем так, психологического характера. Значит, начнем с того, что ваш текст люди должны прочитать и понять. Это не так просто добиться, как кажется. Потому что, значит, а сколько у нас есть времени? Потому что я могу говорить очень-очень долго. Сколько? 18.30. 18.30. Так. Я бы тоже хотела. Вот. Вот, да. Поэтому я... Ладно. Тогда, значит, имейте в виду, что поскольку вы пишете в интернете, люди в интернете длинные тексты не читают, длинные абзацы не воспринимают. Даже длинные предложения. Даже длинные предложения. Двески, ты их тоже. Значит, в любом случае, значит, считайте, что вас читают примерно 10-12-летние дети. То есть у них может быть больше знаний, но уровень внимания у них как у 10-12-летних детей. То есть короткие предложения, короткие абзацы. Я так и просто ловлю себя часто на том, что у меня вообще каждое предложение составляет собой один абзац. И не более того. Значит, 3 предложения в абзаце, значит, я объясняю, как что-то устроено. Кстати, люди любят, когда им объясняют, как что-нибудь устроено. То есть если вы... Это обычная проблема, когда пишется текст про больного человека, что упоминается диагноз, и нужно рассказать о том, значит, в чем он состоит. И что именно этому человеку нужно, и почему, и так далее. В общем, текст должен быть логичным, а не только эмоциональным. К тому же на 10 тысяч, значит, невнимательных людей, которые его прочтут, найдется один внимательный, который начнет задавать к нему вопросы. И вам нужно заранее знать на них ответы. Значит, и так ваша задача возбудить сочувствие. И первое, что есть, нужно сказать, что люди сочувствуют только людям. Даже если вы пишете про что-нибудь абстрактное, про лесные пожары, вот я некоторое время занимался этой темой, значит, про экологические проблемы, про экономические проблемы, про любые другие, и в конечном счете люди сочувствуют только людям или тому, что на людей похоже. Даже если вы пишете не про людей, расскажите лучше всего человеческую историю. Это самое простое. Найдите, как ваша проблематика отразится в жизни конкретного человека. Вот как сейчас девушка там, значит, выступала и рассказывала про конкретного подопечного своей волонтерской группы, с которым они работают, у которого, значит, там такие-то изменения в жизни происходят, он такой-то сам по себе. То есть постарайтесь свой текст максимально очеловечить. Но при этом имейте в виду, что люди достаточно хорошо научились различать эмоциональные манипуляции. То есть держите себя в руках при создании, так сказать, поэтической части текста. При метафорах, при сравнениях, при описании страданий, значит, держите себя в руках. Даже если вы очень сочувствуете вашему герою, не транслируйте всю мощь своей боли, значит. Вы людей просто можете напугать в этом случае. Постарайтесь, описывая человека, описывать именно человека, а не его проблему, не то, как ему плохо. Это очень разные вещи. Значит, у человека, у живого человека, бывают привычки, бывают радости. Вообще старайтесь больше писать про радость, чем про горе, хотя это гораздо тяжелее. Но, наверное, если вы пытались писать подобные тексты, вы уже в курсе, что написать про то, как все плохо, очень легко. А написать хорошую новость очень трудно. Передать, как тебе хорошо, почему-то тяжело. Может быть, потому что нам всем все время плохо. А зато вот боль – это такой универсальный язык, его все отлично понимают, но проблема в том, что он всем изрядно надоел. Соответственно, описывая человека, постарайтесь выяснить о нем как можно больше подробностей. В самом крайнем случае вы, конечно, можете их придумать, и это, в принципе, не возбраняется. Значит, меня Юра просил найти каких-нибудь текстов, которые, значит, можно было бы вам порекомендовать. Вот я вам сейчас упомяну текст, который, значит, он совершенно классический, его все, значит, знают. Он местами перевешивает, вот в этическом смысле он местами за гранью. То есть я бы их никогда не написал. Но он принес в свое время очень хорошие деньги, значит, найдите этот текст. Собственно говоря, написал Валерий Банюшкин, создатель канона современных, значит, российских благотворительных текстов, такого вот стандартного выражения. Этот текст, собственно говоря, это одно из таких вот самых каноничных произведений в этом жанре фандрайзингового текста. Текст называется «Половина девочки». Был когда-то опубликован в «Коммерсанте». Значит, там жутковатая история про девочку, которую, значит, завернули в одеяло и подожгли, и у нее нижний планетел сгорело. Вот. И там как раз, я не буду сейчас описывать, что там в этом тексте. Написано, значит, он очень слезовышибательный, значит, когда его читаешь, рыдаешь и вот хочешь сразу помочь. Значит, несмотря на то, что этой истории много лет, она далеко не такая радужная, как там описано, и вообще там довольно много выдумки в этом тексте. Просто выдумки. Ради лучшего фандрайзингового эффекта. Но эффект был достигнут. Денег они собрали этим текстом какие-то безумные миллионы. Значит, но старайтесь о своем, значит, подопечном, о том, о ком вы пишете, выяснить как можно больше всего. И кроме того, что вам нужно о нем побольше знать об этом человеке, вам нужно, я опять же, вот, я не знаю, у писателей, наверное, есть для этого какой-то специальный термин, вам нужно его как-то почувствовать. Идеальная ситуация, если вы можете с ним познакомиться, приехать, посидеть, поговорить и подумать. У меня, как правило, такой возможности нет. Большинство людей, о которых я пишу, я их никогда не видел и никогда не увижу. И у меня в лучшем случае есть фотографии, там какой-то текст мамы, значит, при этом зачастую мама еще и по-русски не разговаривает. Это, в общем, нередкая ситуация, когда ребенок какой-нибудь из Средней Азии, вот, когда у меня, значит, все истории, которые я должен сделать, полноценный фанрайзинговый текст, значит, там вот такой маленький абзац написан, истечайшая, мне даже не ошибка, я просто человек по-русски никогда не говорил. Вот, и пишет просто, пишет латиницей по аналогии, примерно так. И, в общем, вот из этого надо что-то делать. Значит, и постарайтесь к этому человеку или этим людям найти в себе хоть каплю собственного сочувствия. Это не всегда просто, потому что не всегда нам приходится писать про людей, которые нам симпатичны. Случалось писать про людей, которые откровенно бесят, которые откровенно не нравятся. Это тоже часть профессии. Но если живого отношения собственного нет, если оно целиком выдумано из головы, текст получится почти наверняка так себе. Почти наверняка он получится невысокого качества. Значит, при этом старайтесь не очень много писать в этом тексте о самом себе, о собственных переживаниях. Потому что, опять же, человека, читателя, вы лично, как личность, как правило, не очень интересуете. Вы должны принести ему эмоциональную картинку жизни другого человека, но не самого себя. Потому что он привык, что на него постоянно со всех сторон обрушиваются чужие эмоции, люди, которые рассказывают о себе. Ну вот, в общем, если... Поскольку сейчас человек получает информацию об окружающем мире, значит, начать из социальных сетей, ну вот вы просто полистайте свою ленту и просто отмечайте, в каком количестве этих самых сообщений люди пишут о себе. Не делают перепосты какой-то там общественно значимой информации, а пишут именно о себе. Вот сообщения, которые начинаются со слова «я», у нас в нашей жизни огромный переизбыток. Слишком много писать о себе не надо, это бесит людей, потому что они привыкли, что... Но если вы пишете о себе, то к этому должна быть какая-то очень серьезная причина. Вот если вы в фандрайзинговом тексте начинаете писать о себе. Значит, что еще люди, значит, любят в этом смысле и чего делать нельзя? Значит, люди любят героические истории. Люди вообще любят, чтобы была история, то есть чтобы у вашего текста была, как положено, значит, в литературовидении, завязка, кульминация и развязка. Развязку можно, в общем, достаточно остается открытой, потому что история еще не закончилась. Но у текста должна быть внутренняя логика. То есть это не может быть просто набор хаотично набранных слов. Даже если у них будет присутствовать какое-то живое переживание, все-таки это должна быть история, которую вы рассказываете. Она может строиться в хронологическом порядке, она может строиться в обратно-хронологическом порядке, но в ней должна быть какая-то связность. Опять же, это связано с тем, как люди воспринимают интернет-реальность. Там все время ничего не заканчивается, то есть все куда-то бежит, куда-то ничего ниоткуда не следует. И поэтому люди любят связность, люди любят логику. И в идеальном тексте фандрайзинговом есть чему поживиться не только душе, но и мозгу. И, кстати, текст «Половина девочки», там это тоже есть. Там есть то, что может для значительной части аудитории оказаться новым и интересным. Занятный факт. Значит, в тексте желательно, чтобы было чего запомнить. То есть некая подробность, некая частность, которую, значит, можно запомнить и пересказать. В одном из текстов, который мы публиковали, который хорошо сработал... Ох, кстати, тут же Панюшкин написал, но он вообще классик живой. Вот, значит, это был текст про, значит, там у нас была беременная, значит, женщина, и у ее ребенка был, значит, спинобифида, порог развития, значит, позвоночника. И ей нужно было делать операцию внутриутробно. То есть ей нужно было ехать в Швейцарию за дикие деньги, значит, 7, что ли, миллионов тогда это стоило. С тем, чтобы, значит, доктор Мойли сделал операцию этому ребенку, кто еще находится внутри мамы. В общем, какие-то сверхвысокие медицинские технологии. И вот в тексте, который, значит, Панюшкин по этому поводу написал, он очень ответственно подошел к делу, он съездил в эту семью, он с ней провел полдня, поговорил, пообедал, значит, в общем... Там, в частности, упоминалось, что вот этого ребенка, которого еще в маме, старший брат называют креветкой. Потому что он увидел фотографию УЗИ, вот, и там, то, что он там увидел, напомнило креветку, значит. И вот это упоминание про креветку почему-то всем страшно запомнилось, вот, читателям текста. Потому что нам потом еще время приходили письма, где люди так спрашивали, как дела у креветки. Значит, то есть вот такая, значит, вещь, она срабатывает иногда. Значит, люди любят, когда в произведении, вот в вашем тексте, присутствует нечто героическое. Нечто о сверхусилиях и каких-то сверх жизненных вызовах. При этом, я не знаю, как это описать, тут вот начинается уже некоторая тайна для меня. Потому что я вот смотрю на два текста и вижу, что один хороший, другой плохой. Но я всегда могу сказать почему. И вот почему-то очень легко вот в описании вот этого, значит, героизма, а значительная часть наших подопечных, это действительно люди, которые совершают, вот подвиг этого каждодневного существования совершают на самом деле. Когда он живется гораздо тяжелее, чем мне, там, чем большинству людей, значит, у которых на месте, там, все четыре руки и ноги, значит, и нет нарушений здоровья, они им ценно очень тяжело живется. Но почему-то вот в одном случае это описывается так, что это скучно читать и хочется скорее, значит, это прекратить, в другом случае так, что это вызывает восхищение и интерес. Значит, при этом, как показывает практика, больший интерес, большее сочувствие вызывает не, когда описывается страдание или героиня самого человека, а что-то, что находится где-то с ним рядом. Его отношения с близкими, его работа, какая-то история из его жизни, вот какие-то такие вещи, вот они почему-то вызывают очень, ну, большее сочувствие, чем описание его собственной судьбы, потому что оно, кажется, ну, может, немножко приелось, потому что их все пишут одинаково. Не знаю, почему так, но это вот некоторый опыт. То есть вот из... Ну, вот у меня была, значит, из хорошо сработавших текстов, причем там был достаточно чистый эксперимент, потому что этот текст был написан не для сайта фонда «Предание», а для другого фонда, значит, я... Меня вот специально прям наняли, значит, денег заплатили, я вот ездил, значит, в семью, и там девочка, подопечная, она... Она глубокий инвалид. Она не ходит, не разговаривает, в общем, она очень мало себя проявляет, потому что она все время на лекарствах, потому что если она лекарства не принимает, она начинает, значит, биться, она начинает себя грызть, в общем, ну, тяжелый, значит, случай. И я писал в основном не про нее, потому что про нее особенно сказать-то нечего. Ну, вот если я буду описывать просто ее жизнь, это будет какой-то, значит, натуральный ад, и вообще как-то... Не то, чтобы непонятно, зачем человек живет, но действительно, это такое не очень счастливое существование. Я описывал семью, а семья там достаточно, ну, интересная, там, значит, папа священник, в общем, у папы, значит, такой большой, такой, значит, у него грива волос такая огромная, а мама, наоборот, маленькая, значит, худенькая, то есть вот она там просто... Он встал, а она встала перед ним. И вот видно, что она реально в три раза шире, то есть вот так вот еще можно две таких мамы рядом поставить, вот она как раз будет примерно той шириной. Значит, и вот я, значит, в основном писал в основном про них, а не про девочку. В общем, и вот этот текст, он хорошо сработал, и была видна разница вот как бы на этом же сайте, вот этот текст и другие. Вот этот текст работал лучше. Это было прям заметно. Потому что на предании оно не всегда связано именно вот с тем, что текст хорошо написан. Значит, что еще? Чего еще, например, делать нельзя? Значит, нельзя налагать на людей ответственность, на которую они не подписывались. Это неэтично. И это довольно быстро людям к тому же надоест. То есть писать людям, что они за что-то ответственны, потому что прочитали этот текст, нельзя. Леонид Парфенов, который написал для фонда «Нужна помощь» текст под названием «Оставление в опасности», который сводился к тому, что, дорогие друзья, если вы прочитали этот текст и ничего не сделали, вас всех надо судить по статье «Оставление в опасности» и там призыв в помощи кому-то. Это вот это просто настолько отвратительный поступок, который, его можно простить только потому, что, видимо, Парфенов просто, ну, он другой профессии человек. Он не знает, что так делать нельзя. Но это вот действительно за предел, так нельзя поступать. Значит, нельзя людей пугать. Вот как пишут деятели, значит, токсичной благотворительности в социальных сетях, когда они пишут «Сегодня не помогли вы, а завтра не помогут вам. Завтра вы будете нуждаться в помощи, и тоже никто не откликнется». Так делать нельзя. Значит, вы этим людей только разозлите. Нет, какое-то количество людей, несомненно, испугаются и помогут. Люди вообще суеверны. Ну, это маловероятно. Вот. Я когда-то давно, значит, еще байку расскажу, я уже буду, значит, заканчивать, работал на такой странной работе. Я ездил, как представитель страховой компании, к людям, которые страховали машины, и они отдавали мне деньги, значит, и документы подписывали. Вот. Я деньги возил, фактически. Я был таким инкассатором. Мне доверили эту работу, потому что я выглядел как человек, у которого точно нет никаких денег, которого никто не будет грабить. Вот. Значит, к тому же я очень быстро бегал. И вот однажды я приехал страховать какой-то страшно дорогой автомобиль. Страшно дорогой. То есть я помню, что его годовая страховка стоила 2 миллиона рублей. То есть я не знаю, что это была за машина. Я ее не видел, собственно говоря, в мое обязанности не входило. В мое обязанности входило, значит, подписать документы и забрать деньги, довезти их по адресу. Вот. А владельцем этого автомобиля оказался какой-то совсем юный, смазливый мальчик. В общем, который решил, пока там, значит, что-то, какой-то процесс происходил, решил со мной пообщаться. А фонд тогда уже существовал. И вот что-то я с ним рассказал про фонд, значит, вот про всю эту деятельность. И он спросил, и что, помогает? Я говорю, в смысле помогает? Ну, там, говорит, удачу приносит. То есть он был на полном серьезе уверен, что, в общем, что вот подобная деятельность возможна только ради какой-то жизненной удачи. Поэтому какое-то количество людей, в принципе, напугать подобными инвективами, в общем, можно. Точно так же, как можно какое-то количество людей проявлечь обещаниями, что сегодня помогли вы, завтра помогут вам. Но так делать тоже нельзя, потому что никакой гарантии, что этим людям потом кто-нибудь поможет, нет. Вы не можете обещать того, над чем вы не властны. Вы не можете обещать, что ребенок выживет, которому вы, значит, обещали, когда вы собираете помощь. Или что проблема будет решена. Или что, ну вот в очень маленьком проценте случаев, можно сказать, я уверен в результате того, значит, той деятельности, на которую мы собираем. Потому что, ну, как правило, медицина, это не очень предсказуемо. Может быть, откликнется организм на лечение, а может быть, нет. Может быть, процедуры помогут, а могут запросто и не помочь. Вот, и вот тот сбор, с которым все начиналось, значит, вот сегодняшний разговор на эти, 23 миллиона, значит, когда я писал, у меня не было всех этих соображений. Значит, но там что сработало? Сейчас вот я задним числом могу, значит, проанализировать, почему это сработало. Значит, значит, история такая. У фонда предания был подопечный Никита Федутинов, мальчик примерно трех лет, у которого была инстрактивная кардиомиопатия. То есть, его сердце само по себе медленно умирало. Это, в общем, процесс генетически обусловленный, с которым, в общем, ничего сделать нельзя, его таблетками не остановишь. Ему нужно было пересаживать сердце. Так как он маленький ребенок, в России шансов на пересадку сердца у него было мало. В России детская трансплантология до 16-го года была вообще запрещена, а сейчас практически не развита, и очень мало органов, потому что их, в общем, у умерших детей практически не изымают. Потому что, чтобы изъять органы взрослого человека в России, никого спрашивать не надо, в том числе его самого. То есть, вот вы умерли, и все, и вас могут запасно на органы разобрать, и, в общем, это священное право врачей, у нас презумпция согласия. А в случае ребенка нужно спрашивать родителей, но взрослые, как правило, ну, врачи у взрослых у родителей не спрашивают. У людей только что умер ребенок, а тут к ним, значит, все подходит. А можно мы у него, значит, сердце, почки там еще что-нибудь достанем? В общем, нет системы изъятия органов. Она есть в Индии, и поэтому, значит, мы этому мальчику, собственно говоря, собирали деньги на пересадку сердца в Индии. Собрали 6 миллионов. Столько она там и стоит. Затем он стал натурально умирать. Улетел в Индию, значит, чтобы ждать донора там, потому что, ну, когда появляется донор, значит, времени очень мало, нужно очень быстро начать операцию. Улетел в Индию, там в Индии стал натурально умирать, и стало понятно, что донор он, вероятно, всего не дождется. Но была возможность поставить ему некое искусственное сердце, некий аппарат, который еще, примерно, полтора года мог бы поддерживать его, значит, живым. Проблема в том, что, поскольку ребенок маленький, то аппарат этот нужно заказывать в другой стране, и, короче говоря, стоит 15 миллионов этот аппарат. А дальше, если мы скажем, что, окей, мы найдем эти деньги, заказывайте аппарат, мы в любом случае должны будем за него заплатить. Найдем мы деньги, не найдем мы эти деньги, там, выживет мальчик, умрет он, в любом случае мы окажемся должны, вот, это значит 15 миллионов, а если все пойдет совсем хорошо, то 23 миллиона. Это аппарат плюс реанимация, значит, потому что каждый день в реанимации стоит довольно много денег, по-моему, там, неделя 10 тысяч долларов, какие-то там, в общем, цены. Вот. Ну, соответственно, я не очень знаю, каким местом я думал, когда все это соглашался, но откуда-то, в общем, я понимал, что надо соглашаться, что вот мы ребенка, этого, значит, бросать не будем. Этого самого, значит, Никиту Федутинова. Вот. И тогда, собственно говоря, когда мы все это начали, я написал текст, просто у себя, значит, в Фейсбуке, о том, значит, что... Я написал текст, собственно говоря, не про мальчика, я написал текст про себя, про выбор. Вот. Значит, как я уже говорил, люди любят героические вещи, и поэтому я, значит, просто слепил героя из самого себя. Потому что, значит, вот эта история, когда фонд рискует, фактически, своим существованием, рискует повесить на себя долг в 15 миллионов ради, значит, мальчика, она... Это красивая история. История, которая вызывает сочувствие и которая, значит, ну, как показала практика, у многих отозвалась. То есть, ее перепащивали и всячески комментировали и поддерживали даже люди, которые, откровенно говоря, лично меня терпеть не могут. Такие люди на свете есть. Вот. Значит, я, в общем, за это изрядно благодарен. Вот. Вот это... Вот благодаря тому, что текст говорил не просто о том, что где-то умирает маленький мальчик с больным сердцем, а о том, что на кону что-то чрезвычайно серьезное, такое настоящее, и, по-своему, важное для всех, вот, отчасти поэтому вся эта история и сработала. Мы эти, значит, 23 миллиона собрали за две недели. В общем... 15 плюс реанимация. А через несколько дней после этого мальчик умер. То есть мы успели подставить это самое искусственное сердце, а затем просто организм не выдержал. Ну, просто он долго ждал, значит, и, в общем, случилось то, что случилось. На эти деньги мы в итоге, значит, купили какие-то, значит, какую-то медицинскую технику в Самарский радиоцентр, оплатили несколько, значит, операций другим детям, и сейчас еще какое-то количество денег осталось, и мы, в общем, до Нового года обещали все потратить. Вот. В общем... Ну... Никто не попросил деньги обратно, хотя бы предлагали. Но это часть профессиональной этики. Если деньги не пригодились тому подопечному, которого жертвовали, надо хотя бы предложить забрать их обратно. Значит... Ну, кстати, очень редко вообще забирают. То есть... Вот, еще одну вещь скажу. Значит, что касается логики, если в вашей просьбе есть логика, то она работает гораздо лучше, чем если в ней есть одни только голые эмоции. Еще был один сбор, не на такую безумную сумму, но который хорошо и быстро сработал. Это история доктора. На взрослых вообще собирать труднее, чем на детей. Это история доктора, которого зовут Игорь Ворошко. Он реаниматолог-анестезиолог, значит, в центре Бакулева. Значит, с ним история была такая, что он вообще с больным сердцем. Сердце ему оперировали много раз, и когда у него очередной раз какой-то искусственный клапан, значит, прохудился и перестал работать, ему нужно было ставить новый. Но делать полостную операцию, разрезать ему грудную клетку, было нельзя, потому что у него, значит, ее уже много раз резали, и это было слишком опасно. Ему, значит, нужно было делать операцию, значит, делая маленькие отверстия, через них там как-то по венам, как-то добираясь до этого, значит, клапана, и вот его там как-то заменяя таким вот, значит, эндоваскулярным методом. Что значит слово эндоваскулярное, я не знаю, хотя периодически использую. В общем, и вот о нем писать было легко и просто, потому что здесь, как вы думаете, какой месседж был в этом, значит, сообщение в этом тексте, но очень очевидный. Этот доктор на работе ежедневно спасает людей. Теперь давайте люди соберутся и спасут доктора. Вот. Это, значит, ну как это, это была история, причем в том же тексте я эту историю рассказывал, значит, про знаменитого дореволюционного юриста, адвоката, который, значит, работал, выступал в качестве адвоката у старенького священника. Выяснилось, что священник, значит, пропил больничную кассу. Не больничную, храмовую кассу пропил. И вот его судили, этого священника, а адвокат сказал, я скажу одну фразу, его оправдают. Ну хорошо, значит, с кем-то поспорил, с коллегой, вышел и заговорил. Уважаемые присяжные, этот человек, сидящий перед вами, 40 лет на исповеди отпускал ваши грехи. Отпустите ему его единственный грех. Вот. И его священника оправдали. Вот. Значит, ну, вот, в этом просто была логика. Логика, она работает, как очень мощный такой вот приводной ремень для эмоций. Вот. А дальше пусть, значит, что-нибудь... У меня вопрос. Вопрос какая-то. Я хочу вернуться к самому началу. Меня, кажется, важно всем будет услышать. Вы говорили о том, что подопечным надо описать. Хорошо было, да, посмотреть, какой он там, какой. А как-то смотрите на тексты, которые выглядят так. Ее сухонькая лапка опирается на мою руку, и я вижу, как шаркающие ножонки, и сутуленная спиночка. Ну, вот, как бы, здесь слишком много уменьшительно ласкательных суффиксов. Да, шо, спина там, да, и... Значит, если, опять же, такой текст, его написать очень просто. Вот, если просто описать, что было, в этом, в принципе, ничего сложного нет. Иногда, значит, но в этом тексте должна быть, как сказать, я, поскольку не учился, я не знаю всякой этой терминологии, должна быть, должен быть ритм, должна быть логика, должна быть... Вот эти детали, их должно быть ограниченное количество. Потому что, вот, одна из причин, почему я не люблю вот современную социальную журналистику, которая вся строится на таких текстах, значит, включенности журналистов в процесс, значит, связано с тем, что они зачем-то льют в эти тексты неимоверное количество бессмысленных подробностей, неимоверное количество воды. У меня иногда ощущение, что, там, я не знаю, ладно, не буду называть, но что некоторым авторам тупо платят за строчки, потому что очень много лишнего. Вот. Ну, я думал, что от этого все уже ушли, потому что это как-то, это разорительно для редакции. Мне хотелось сказать, что у меня в таких случаях ощущение, что меня позвали в зоопарк, вы посмотрите, какое убогое существо, а я вот с ним рядом стою, и вот дайте мне денег, смотрите, где граница вот этого манипуляции вот этой чужой убогости и вызывания разумной жалкости. Я не знаю, как это делается, значит, я когда-то, значит, что я делал, я писал текст, и прежде чем его опубликовать, значит, ну, это самое, отправить на сайт, чтобы его, значит, опубликовали сами, значит, такой бабушка-тест, когда этим занимаются программисты, когда делают интерфейсы для сайтов или там каких-то приложений. Они показывают их с престарелым, значит, гражданам, и если те разобрались, значит, точно подходит, потому что, значит, достаточно просто для всех. Вот у меня, значит, есть несколько людей, которые, во-первых, такие тексты много раз читали. Вот у нас есть Маша, которая, значит, занимается у нас документами. Она, все эти тексты проходят через ее руки, она их читает все, потому что у нее такая работа. Вот, и она очень устала от них, и она хорошо понимает, когда ей пытаются какую-то лажу показать. Значит, у меня есть знакомый, который, значит, много лет профессионально торговал наркотиками. Это был его зародок. Это, он абсолютно циничный человек. И если вот, опять же, в тексте есть какая-то, значит, ну, грубо говоря, эмоциональная такая, разводка излишняя, то он это просто сразу поймет. Потому что это, опять же, была его профессия. Умение считывать чужие эмоции зависело от его выживания. То есть найдите человека, который плохо поддается манипуляциям, легко их различает, и покажите ему. Значит, если хотите знать, как не надо, в общем, писать, то, значит, и вообще, как не надо делать, значит, есть, значит, это, знаю, сообщество ВКонтакте благотворительность на костях, которое занимается тем, что препарирует вот эту самую токсичную благотворительность. То есть, это несколько женщин в главе со Светланой Машистовой. Вот, значит, Машистова очень странный человек, очень специфический, неплохой и не злой по-своему, но она сделала своим хобби глубинное копание в дерьме. То есть, она занимается тем, что отыскивает вот эти токсичные сборы на что-нибудь, что не поможет, что вредно, что излишне, и разбирает, почему так делать не надо. Я была жертвой. Вот, ну, страшный человек по-своему. Я собиралась всего лишь тысяч тридцать на онкологию, но на онкологию о наркоманке. И вот онкология была не замечена. Кристина, да, это вот, к наркоманке, она отпрыгалась вообще. Да, 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 но, вот имейте в виду, значит, что вас будут считать таким недобрым взором и старайтесь для подобного рода читателей давать поменьше пищи. Я имею в виду, что есть Светлана Машистова. У меня, слава богу, все неплохие отношения, хотя... Я надеюсь, что мы с ним тоже будем. Вот, значит, но, в общем, найдите вот паблик благотворительность на костях, это вообще многому учит, как можно смотреть на эти тексты. Я не знаю, где находится эта самая грань, в общем, поэтому это как-то нужно внутри себя, что ли, почувствовать, потому что иногда... Я вот однажды ездил в Таджикистан специально с миссией написать о том, как живут последние, значит, русские семьи в Таджикистане. Их там, русских в Таджикистане осталось примерно 30 тысяч человек. В общем, почти все они живут в Душанбе, но есть какая-то часть, которая, значит, в Душанбе, в Душанбе, да, я путаю эти азиатские города, значит, но есть какая-то часть, которые живут в маленьких городках, значит, в каких-то поселках, в общем, и живут они, понятное дело, очень тяжело. В Таджикистане практически все живут тяжело, а у русских там совсем все плохо. Вот, я этот текст написал, делая это по заказу, значит, местной епархии Русско-Православной Церкви. Там есть епархия, там, значит, есть епископ, и, в общем, вот я отправляю, значит, этот текст им, и это епископ его где-то на четверть сократил. С формулировкой, понимаете, таджики очень обидчивые. То есть, хотя я просто честно написал, что видел. Но выяснилось, что как бы можно рассказать, что о некоторых вещах почему-то говорить невозможно, потому что я там как бы ставлю себя выше вот местного населения. Я вот этого, когда писал, и когда там находился, не ощущал. Я ощущал просто, что я нахожусь в абсолютно дикой враждебной среде. Вот. Я не ощущал себя выше, я скорее был напуган. То есть, я терпеть не могу все, что связано с армией, но единственное место, где я там себя чувствовал, значит, хотя в какой-то степени дома, это вот или в православном храме, или на российской военной базе, значит, куда мы зашли на некоторое время. Вот. Там еще висел лозунг «Избавляясь от лишних людей, армия только крепнет». Вот. Значит, в общем, то есть, вот я этого не ощущал, а Владик Петерим это, значит, там в тексте нашел. Вот. Но текст, кстати, тоже получился достаточно хороший, потому что как раз там было вполне себе погружение, погружение в среду было такое качественное. Я там провел несколько дней, в общем, там поездили, посмотрели. В общем, прям даже жалко, что вычеркнулось. Вот. Да, конечно. А как, грубо говоря, вкусно подвести читателя, чтобы он пожертвовал? То есть, допустим, я вот пишу какой-то текст, мы ездим в детские дома, и у нас там, ну вот у нас есть особенные дети, есть дети, которые просто в детских домах, и рассказывай их историю, потому что как-то ребенок по-своему уникален. Как можно вкусно подвести читателя к тому, чтобы, мы помогаем детям, скиньте нам деньги. Значит, дети это вообще хорошо. Ну да, дети это лучше, чем взрослые. Вот сейчас, допустим, я пошел еще работать в фонд при больнице, где мне нужно собирать деньги на вещи вообще абстрактные. Вот. Значит, как подвести, значит, ну, как правило, люди лучше понимают некую конкретику. То есть, вот эти деньги, они зачем? То есть, вот если эти деньги будут, случится что? Вот, там, не знаю, вот мы купим, значит, там, не знаю, 10 пачек пластилина, и в следующий раз эти дети, значит, Василий слепит еще одну птичку. Вот. То есть, ваша просьба, если только есть такая возможность, но лучше ее найти, значит, должна быть максимально конкретной, измеряемой и четкой. То есть, довольно бессмысленно просить, неизвестно, сколько денег, просто на жизнь, там, на продолжение деятельности. Нет, надо просить 113 тысяч 842 рубля 22 копейки, счет прилагается, на такую-то, значит, на такой-то предмет, который будет работать так-то и нужен за тем-то. То есть, чем больше конкретики, тем человек, как бы, становится ближе к процессу. Идеально, если можно будет, будет видно, как эта конкретика, значит, отразится в истории, ну, в жизни, что изменится, значит, в результате. То есть, ну, вот, из таких сложных случаев, где, надо сказать, не вполне получилось, то есть, то есть, получился хороший старт, а дальше, в общем, не вышло. Значит, это прошлогодняя, значит, история. В прошлом году меня позвали поработать на Гринпис. Значит, они собирали деньги на пожарный отдел, который будет, значит, с лесными пожарами. Потрясающие совершенно люди. Они, короче, хотели снять мультфильмы в серии «Фиксики» и «Смешарики» о том, что причиной пожаров являются люди и не надо, дорогие, значит, дети, даже когда вырастите, бросать окурки, оставлять костры и тому подобные, значит, вещи творить. Ну, логика была такая, что, значит, взрослые получают столько из детей, другого способа мы пока не выяснили, и если мы детей с детства научим вот костров, так, значит, вести себя ответственно, то они вырастут и, в общем, у нас будет другая немножко статистика. И нужно было собрать денег на съемки мультфильмов. Вообще говоря, это адски дорого в съемке мультфильмов. Значит, аниматор фиксиков, день его работы дает 2 секунды экранного времени. 2 секунды. В общем, то есть, это все адски дорого. Значит, и понятное дело, что вот всю эту логику в тексте раскрыть еще как-то возможно, но посочувствовать тут особенно нечему. И вот из того, что сработало, как оказалось, очень хорошо сработали спутниковые карты. Существует сайт fires.ru, значит, это интерактивная карта термоточек, то есть, место, где горит. Спутник, оказывается, их достаточно легко регистрировать, просто по разнице температур, и, значит, создает такой Google Maps с точками возгорания. Они не очень точные, по ним не всегда возможно ориентироваться, но вот для маркетингового эффекта они вполне годятся. И вот эта карта этих горящих, значит, горящих лесов, при этом там все было очень четко, значит, вот это Россия, вот здесь граница, ну, на этой карте это физическая карта, там граница не обозначена, но я ее нарисовал. Значит, вот это Россия, и тут все нафиг горит, а вот это Польша, Финляндия, Германия, и там не горит. А вот здесь посередине, значит, между Польшей и Германией и Калининград, и там тоже все горит. А вокруг, а у соседей почему-то нет. Хотя, в общем, там те же самые леса, та же самая погода, те же самые автомобили, все тоже самое, там люди только вот с другим бэкграундом. Это нужно было для иллюстрации тезиса, что причиной пожара являются в основном люди. И тезис, в общем, зашел, и вот стартовали мы тогда очень хорошо. Потом, значит, мы изрядно застопорились по разным причинам, потому что, в общем, каждый должен заниматься своим делом, а я пытался заниматься не своим. Я попытался из мира текстов выйти в реальный мир, значит, и пытаться, в частности, заниматься, ну, это был сбор на Планете Ру, и там были сувениры, и выяснилось, что когда мне предлагается взаимодействовать с реальным миром, я попадаю в ступор. То есть, когда там нужно было решить, там какой-то плащик сделать желтый или красный, я, значит, две недели молчал, потому что я не мог понять, что ответить. Ну, в общем, там это было сложно. В общем, вот, но стартовали мы хорошо, и вот этот заход сработал. Какие еще? Можно? Да. Что бы Вы посоветовали нам? У нас просто очень нестандартная у нас не дети, у нас максимум это подростки, а вообще у нас есть специфика национальная, у нас еврейская направленность, и чаще всего у нас еврейский бюджетный фонд мы помогаем еврейским детям, еврейским старушкам. И как бы взрослых вообще не жалко, а еврейских совсем не жалко. ну, во-первых, куда уйти так, чтобы не быть, не сказываться вот в эти вот холокосты, вот гейлер, магистр, вот в это вообще не вступает. Что Вы посоветовали? А Вы к кому обращаетесь при этом? Да, Вы к кому собираетесь. Просто тут, поскольку это национальная диаспора, то я сильно подозреваю, что обращение к диаспоре, обращение к людям вне диаспоры должно быть достаточно разным. Во-вторых, где-то примерно раз в год в нашей практике возникает какая-нибудь еврейская организация или еврейский обеспеченный человек и спрашивает, нет ли евреев среди наших подопечных. Потому что он срочно хочет помочь кому-нибудь, а никого нет. Все проще, так сказать. Значит, в общем, в общем, есть эффективные диаспоры, есть неэффективные. Скажем, вот таджикская диаспора, к ней обращаться бессмысленно. Значит, А волну таджиков же? А волну таджиков же абсолютно бессмысленно. У них нет диаспоры, фактически. Так. Я именно конкретно по стилю вовну, именно в текст выражении, как замалчить вообще, что ребенок внеоспечной семьи населениях на дневной одежде. Если вы обращаетесь к людям вне диаспоры, то в России я бы, в общем, лишний раз не стал бы говорить о том, что это еврейский ребенок. Потому что, значит, то, что в ответ могут сказать, обратитесь в консульство Израиля, это запросто. Молчать. Значит, я бы вот, конечно, в основном молчал бы об этом при обращении вовне. И говорил бы просто так же, как и про любых других малообеспеченных людей, у которых проблемы, у которых, значит, у меня ощущение, что значительную часть вообще говоря, публики в России любые вообще упоминания национальности, любой национальности, кстати, только раздражают. Просто потому, что в России этот вопрос, он болезненный в силу, так сказать, того, что, ну, как, в России так долго и усердно, значит, вдалбливают людям, что у нас много национальный народ на Российской Федерации, что любые упоминания этой тематики, они, в общем, запускают у каждого человека в голове такую длинную цепочку реакций и ассоциаций, что неизвестно, куда она приведет. В общем, из национальных тематик в России любят экзотику, кстати сказать. То есть, если вот у вас чернокожий ребенок, то, в общем, всегда можно найти того, кто ему посочувствует, потому что он странненький, такой необычный, как же его бедного, значит, занесло на чужби, он-то так далеко. Или, или вот, допустим, у нас был мальчик без имени, например, однажды, его мама родила, оставила в детдоме и ушла. Вот, у него сердце было больно, у него даже имени не было. Вот это тоже была В общем, то есть, но про национальность, если это не является мотиватором для аудитории, то про национальность, наверное, лучше помолчать. Благо, вы не обязаны упоминать фамилию, совершенно. Вот, или, в общем, или ее можно поменять, значит. Вот, но вообще неожиданно, что, что, значит, я слышал только о фондах, вот, еврейской направленности, которые занимались фандрайзингом, но они занимались этим в Израиле. Вот. Мы не можем заниматься прямым фандрайзингом, мы можем через, как у нас есть моменты, которые не позволяют нам это делать, чтобы не оставлять... Ну, скажите, еврейская организация, это все как-то вот так. Спасибо. Да. Мне кажется, что было бы классно придумывать не просто писать какие-то, простите, а просто мысли-слух. Мне просто кажется, было бы интересно писать какие-то, ну, если вот вы как бы сказали, что лучше не упоминать национальность, потому что, с одной стороны, я согласна, потому что сейчас, пока ты не спросишь у человека какой-то национальность, ты будешь спокойно общаться. Да. А потом, о, ты что, не русская? Что-то типа такого. И мне кажется, что сейчас очень многие люди фанатеют от культур. То есть, какие-то межкультурные мероприятия, всем это очень нравится. Мне кажется, ну, если честно, я люблю евреев, они очень классные, я сама отчасти еврей. Вот, мы сейчас говорим. Да. Мы сейчас говорим о том, что мне было бы прикольно, интересно читать именно какие-то культурные, культурные особенности, допустим, данного народа. Ну, если это, если без упоминания. И мне кажется, если, допустим, сфоткать ребенка или заснять какое-то короткое видео в национальном, типа, как костюме, или что-то типа, это было бы классно. Не знаю, но дети всех умиляют, а когда дети в национальных костюмах что-то говорят миленькое, это вообще отвал вошли. Поют шма-исраэль, да. Да, поэтому это как одно из мыслей был, простите. Не, но тема на самом деле модная. Я тут, значит, пытался попасть на флаконе на праздник еврита, так там была какая-то очередь. Я попала, я зашла и вышла. Там очередь была гигантская, Я уж не знаю, то ли, значит, это самое... Еврейская жена это не супруга, а средство передвижения, что-нибудь такое, ну, не знаю. Реально, тема явно в моде. Ну, я осталась, что немножко у нас времени, я тоже могу что-нибудь сказать. Я, конечно, нахожусь в странной ситуации второго судаквалия, вальчика, которым надо как-то дополнить. Ну, можно про волонтеров сказать, потому что я про волонтеров, например, ничего не знаю, никогда их не инфицировал. Я постараюсь сказать то, что вот Владимир не сказал. А я журналист по своему образованию, как раз таки вот, в чем будет хороший такой здоровый контраст. Я училась писать, и... А сейчас вот два года работая в Даниловцах, я учусь как раз таки писать продажные письма, это термин. И всячески вот такие фандрайзинговые, призывные штуки. Начать хочу с того, что если вы считаете и чувствуете, что у вас не получается писать о добровольчестве, о волонтерстве, какие-то фандрайзинговые письма, это нормально, потому что это на самом деле это не самая легкая вообще работа писать на тему благотворительности. Могу сказать, что я много лет системно работала в федеральных СМИ на самых тяжелых темах. Я годами писала о туберкулезе, о наркозависимости, о ВИЧ-инфекции. Я писала такие тяжелые тексты, которые у нас в редакции даже и не все читали. Сейчас я два года до Невовцев пишу всякую легкотню про всяких детях какие-то, ДДИ-15, прекрасная психиатрическая больница, что-то такое пишу. Я никогда так не выматывалась, как я писала раньше. Когда мне сейчас удается написать случайно добрые тексты о туберкулезе, это реально отдых. Потому что в отличие от журналистики все вот эти тексты это ответственность. Это я собираю деньги, это я зову волонтеров, и если не получается, это я. Журналисту не отвечать ни за что. Его работа, осветить какую-то тему, просто новость, информация, дальше это не его работа. Он не подписывался. Ответственность, она всегда есть. И второе демонциональное составляющее. Вообще, если человек эмпатичен, если много эмоций, и все это он вываливает в текст, и текст лучше читается, он лучше приносит лучшие результаты. Ну, елки-палки, это все берется из себя, вот оно все берется отсюда. Если нормальный человек, он прочитал ему печальную историю, и забыл, он ушел в фиксиках смотреть. Я, например, все неприятные истории старательно несу на счетку любви себе в какой-то картотеп. Старушка в доме престарелых умерла через 4 месяца от одиночества, когда она понимала, что к ней больше никогда никто не придет, кроме медсестры. Это неприятная история, она отличная для меня, к сожалению, я ее вот... Я ее буду помнить, я буду ее как-то вот... Я не забуду ее, пока мне ее не удастся вписать в какой-нибудь призывный текст про ПНИ, про дома престарелых, и не отпустить. Сейчас я вот записываю истории, как раз-таки, не знаю, что записывали вы, я записываю всякие острые какие-то национальные моменты, которые там потом тоже... Вот, так что... Писать фандрайзингом в монтёрских текстах нелегко, и если вы беретесь этим заниматься, плюс 100 к карме, ну, вы можете, конечно, выгодить достаточно легко. Я сейчас попытаюсь рассказать какие-то правила, практические, которые помогают писать мне. Надеюсь, они вам тоже помогут. Какой-то... О некой структуре. Вообще, структура... Так получилось, что мы с вами вообще-то, мы с Владимиром готовились разговаривать именно о фандрайзинговых письмах, текстах, и текстах, которые привлекают волонтеров. И меньше, просто о какой-то деятельности благотворительные. И вот эти вот тексты, которые я упомянула, они имеют структуру, которая выглядит вот так. Это эмоциональное начало, какое-никакая там середина, и очень эмоциональный конец. Это вообще очень важная вещь, начало и конец. Это еще по журналистике я помню, они запоминаются. Вначале человек решает, читать ли будет это дальше, и заканчивается, собственно говоря, выводами. То есть, вся сей день вообще такая... Это просто вот... Она отделяет начало конца, чтобы было поярче. Начало это очень важно. Просто отнеситесь к этому максимально серьезно. первые, особенно первые восемь-девять строчек. По фейсбуку, если мы сузим. Вот там как раз на фотографии видно восемь-девять строчек. Если вы не хотите их читать, вы просто ставите лайк, потому что вы уважаете этого человека, это уехало. Вот, к примеру, совершенно текст, который я читала недавно, с хорошим заголовком вообще-то. Я даже его начала читать. Ну, я сломалась на начале. Наступила осень. Листва укрыла газоны, а вместе с ними землю и упавшие в нее семена. Это листва, ценнейший перегной, и так далее. Это был текст, посвященный необходимости сохранять листву на газонах. Это был текст благотворительный, с каким-то хорошим, очевидно, смыслом. Я не стала его читать, потому что, ну, это какая-то вот такая, это настолько общее место, такая жвачка, что, ну, в общем, оно и ушло. Текстами об этом сказали. Это совершенно реальный текст, это вот из Дзен Яндекса я это взяла. Ну, вы скажете, ну, а как же, вот как же, да, вначале вот взять и все выложить, да, всю правду? Никто же читать не будет, если мы, ну, прямо в начале этого, да, надо же как-то хитро подвести читателя. Вот предлагаем другое начало. Алисе 4 года. Три из них она призывала в доме ребенка. Ее сюда отдала мама, когда поняла, что Алиса никогда не будет ходить. Мы ничего не рассказали, чем дальше текст закончится, но он уже имеет заявку на успех. Тут вообще прям, тут уже есть какая-то жизнь, есть какое-то движение, есть персонажи, есть хорошая девочка, и мама, это, конечно, манипулятивное начало, но нам оно подходит. Этот текст имеет шанс на то, чтобы прочитать до конца, при этом он ничего так уж прям не открывает. Если вы можете прям вот откусить лишнее, лучше его откусить, ничего страшного не будет. Очень хорошо, если начинать так, как вы могли бы этот текст пересказать. Вот, например, я вот в один его отрасль начинаю рассказывать такой текст. вы, конечно же, знаете, что такое одиночество, когда некому руку подать, когда никто не принесет стакан воды и не поговорит с тобой по душам, когда в окно стучат только одинокие голые ветви березы. я вот даже что-то поговаривать не могу, настолько это вот, а я Вадим что-то вот затасковал. Конечно, так не начнешь разговаривать. Олиночество. А, собственно, я к чему подхожу-то? Что в доме престарелых живет Виктор Петрович. Виктор Петрович только что вступил в дом престарелых очень тянут, потому что к нему реально никто не придет. И он очень завидует своему соседу, к которому раз в месяц приходит его сестра, с которой они грызутся, но все равно ему завидуют. А вот это я уже могу пересказать. И, собственно говоря, это тоже такое начало, которое тоже оно может вести к чему угодно. И просто к материалу журналистку, и к фандрайзингу, и к какому-то хорошему тексту просто почитать. Ну, текст тоже нужен. Вы бы сказали, что лишнее убрать. А, нет. Я обращалась. Я вижу, что это в плане разумно убрать. Ну, вот, допустим, вы сказали Лисе 4 года. У нее находится какой-то диагноз. И, в принципе, как вы сказали, этот текст имеет место быть. Но я поняла, что... Опять, простите, пожалуйста, но я понимаю, что это ваша секция, но просто для... Нет, это важно. Это ваша секция, на самом деле. Просто для того, чтобы понять, что на самом деле людей может зацепить... Вот меня зацепила одна история, да, вот, я не помню, как зовут девушку, но даже если взять вот эту Алису. Алисе 4 года. У нее потрясающе длинные владимистые волосы и глубокие синие глаза. Когда она улыбается, мир сияет вокруг, но у нее там диагноз такой... Ну, какой-то такой... Я понимаю, что когда я читаю этот текст, я уже не люблю эту девушку. девушке повезло, она вообще в семье бывает. Вообще, говоря, я вклюнюсь, значит, если у вас получается хорошо писать, убедительно писать про хорошее, про то, что эта девочка красивая, про то, что мир вокруг сияет, если это убедительно получается написать, то и замечательно, это очень ценно, это вообще мало кто умеет. Я вообще с ней журналист, я стараюсь. Вот, значит, но если этих текстов нужно писать по 8 штук в неделю, не получается уже, не хватает. Мне бы, вот, ни то, ни другое, допустим, начало мне бы вообще не зашло. Например, я бы дальше читать не стал, потому что я уже примерно понимаю, что будет дальше. Зачем я читать текст целиком, если я уже знаю, что в процессе меня будут тыкать иголочкой, а в конце попросту денег. вот, ну вот, но это, правда, может быть, профессиональная уже деформация. Но, просто если вот так вот просто вбрасывать информацию, это же тоже не очень... Просто тоже, по поводу этого текста, ну, то, что вы сказали, это хорошо, но я бы, например, это перевести в этот поток, потому что именно чтобы читать себя зацепить, чтобы молодые читатели, мне кажется, будут читать о хорошей девочке, такой красивой. А вот, да, а тут уже, напряглись. У Алисы что-то не так, у него все ломат. Человек уже напрягся, он пойдет читать дальше, и тогда он уже узнает, какая это красивая, какая хорошая девочка. Но если начать с этого, мне кажется, это зацепляет меньшее число людей. Я имею в виду, что именно вот такие вот детали, прям, мне кажется, цепляют, даже с тем, с домом престарелых, то, что, как там, не знаю, Виктор какой-то там, простите, пожалуйста, я не знаю, и все это не иметь, если обшатку Виктор. Виктор Михайлович, он недавно приехал в дом престарелых, и он понимает, что к нему больше никто не придет, но он очень любит играть в шахматы. То есть, ну, как бы, вот эта деталь, то, что он любит играть в шахматы, но ему не с кем. Мне кажется, допустим, если говорить о волонтерской деятельности, сподвигнуть ребят, приходить к нему и играть с ним в шахматы. В данном случае я говорила о том, что если есть вода, ее лучше отрезать, потому что то, что мы видим первое, мы видим 8-9 строчек. Это лишние детали. Это мы еще и раньше-то знали, что начало, оно очень важное сейчас, а вот это вот начало, это не лишние детали. Все детали можно впустить потом, просто сейчас. мы видим, что на сайте, что в фейсбуке, мы видим очень маленьких кусочек. И, собственно говоря, им надо зацепить, потому что дальнейшее у нас подкарм. И если там есть какая-то деталь, то жаль ли, чтобы она у вас потом как-то сработала? Да, детали там можно обыграть, но главное, чтобы просто, просто вначале не было водой. Если вам есть о чем-то сказать, пусть оно будет, пусть вам с самого начала будет что сказать. В этом плане для меня совершенно прекрасная Лида Маниаба, мне очень нравится, как пишет. При том, что она как пахарь, она ходит по одному и тому же прямоугольнику, у меня абсолютно те же самые одинаковые дети, в одинаковой ситуации, ей не нужны одинаковые вещи, она никогда не позволяет начинать издалека. Всем детям нужны игрушки, все знают, как плохо умирать в больнице. Она почему-то как-то сразу вот хоба, и всегда ее интересно читает, хотя она пишет, в принципе, всегда об одних и тех же детях. Просто она не начинает никогда с воды. Она не разговаривает с тобой как с кретином, который надо рассказать, уже слишком над далеко. Она с тобой говорит, как, слушай, Виктор Петрович, и так далее. Как еще раз? Кого? Лида Маниава. Лида Маниава, да. Самый как домик, да? Дом с маяком называется. Да, значит. Текст. Длина текста. Я, наверное, прочитала книгу про продажные коммерческие тексты. Автор коммерческих текстов. Текстов считает, что чем больше влито вообще в текст, тем лучше. Прямо сколько ты можешь сказать, только говори. Я, наверное, не понимаю фандрайзинговых и призывных к волонтерским текстов длиннее полутора-трех страниц. Вот даже три страницы, мне кажется, это какой-то совершенно лишний уже труд. Причем в некоторых случаях, когда надо что-то рассказать, это имеет смысл. Вот, к примеру, если мы хотим позвать волонтеров к людям с БАС, не публика расшифровывается. Боковая метрофическая склероз. И мы будем на четырех страницах рассказывать, как страшно живут эти люди с БАС. Ничего, кроме неловкого ощущения у читателя, это не вызовет, потому что там будет все настолько страшно, что я что-то там буду делать-то. У меня крыльев нету. Явно автор «Ангел», конечно. Я не таков, я этого всего не вынесу. Просто вот этого. Концлеризма. Самый большой враг хорошего текста – это умение писать отчеты по президентским граммам. Я недавно видела текст, посвященный очень хорошей теме. Волонтеры ехали в далекую колонию, через Волгу, на каких-то там машинах. Очень сложно, там все ждали. Оно начиналось примерно так. В рамках отчета по индикаторам была начата реализация программы, заявленная на президентский грант. То, что весь текст я прочитала, действительно какая-то... Блин, так все понятно про отчеты, действительно. Но самое вот... То, для чего имеет шанс вообще-то доковыряться читатель, это было совершенно строго вот в второй половине. Если у вас вообще в тексте появились слова типа «мероприятие», «осуществить», «реализация», это лучше убрать. Действительно, наш читатель, ему... Хорошо, если ему 12 лет, найдете себе ребенка 12-13 лет, дайте ему свой текст, если у него вот такое появилось выражение лица, это значит, что-то у вас пошло не так. И это надо выразить. Не считайте, что у вас какие-то там дурачки читателей. Если есть две запятые, поставьте лучше одну точку и одну запятую. Это лучше все, конечно, вырезать. Так, ну, по поводу воды я сказала, что все общие места типа «время покажет», ну, и я, как уже, как было вышесказано, это тоже все, это усложняет. Хорошая штука засовывает в текст эмоции, которые мы... которые касаются наших вот грунт-чувств, вот всех пяти, вот, упомянуть, как блестит капельница, блестит стол капельница, махровый, шершавый бинт, запах хлорки. Это прямо как-то сразу запускает нужные нам ассоциации. Один запах хлорки, упомянутый в коридоре, он запускает нужные ассоциации несчастливость, беда, одиночество, больно, вот это все срабатывает. Это не всегда, к сожалению, удается вставить, потому что я, например, у меня текст действительно на потоке. Я вот не могу про каждое учреждение вставить какие-то эмоции, тем более, что иногда мы этих эмоций просто не знаем. Если я не была в этом учреждении, мне очень сложно сказать, чем там пахнет и что там блестит. Я очень давно не была в подростковой колонии, сложно, конечно, что-нибудь сказать. Вот тут пристарелых, я вот туда, вот там везде розы, там пугайчики. Там ничего вот не цепляет, единственное, что, конечно, запах, запах капусты и отделение милосердия и пахнет грязными памперсами, неописуемый запах, конечно, который в тексте не передашь вообще, потому что он запускает не те ассоциации. Поэтому, если получится вставить текст, будет такой достаточно нарядный. Единственное, что, конечно, есть опасность уйти в такую смесь пришвины Достоевского, тревожный блеск стекла на асфальте. Сказать, не надо, это вообще, вот эти, хлорки пахтут, сосульки блестят, снег хрустит. А вот один то, что снег хрустит, это уже хорошо, если мы пишем про логи. О середине я еще скажу. Концовка. Вот мы с вами ползли в концовке эмоциональная. Девушка, к сожалению, ушла, я бы и ответила. Обязательно надо описать, на что действительно пойдут эти деньги или на что мы зовем волонтеров. там должна быть фиксирована сумма, на которую я понимаю, на что я даю деньги. Вот те самые вот на 100 рублей можно купить 10 тетрадок. И я понимаю, что это 100 рублей не выкинуто, именно куда-то в некий фонд, и он ляжет еще одной сотней вот просто очень конкретно. Правда, очень прошу никогда не упоминать чашку кофе этого, пресловутую за 200 рублей. Это очень мемоплитивный, какой-то жестокий такой вариант для людей, которые... И главное, что он всех уже утомил. Всех утомил, это да, это издевательство какое-то. Но однажды я встретила вещи, девочки меня очень поймут, я думаю, семья приехала в Примосковье с двумя детьми, женщина, не имела возможности работать, и собирали на продукты. И собирали продукты, точнее. А там было собирать на деньги. И там был такой призыв, который меня прям очень сильно коряпнул. 600 рублей стоимость маникюра. Мы можем купить на 600 рублей, и дальше шло бесконечное перечисление продуктов с магнита. Я подумала, что, действительно, 600 рублей это паршивый маникюр. Это очень плохой маникюр. Такой, ну да. Сама там обгаризованная, блин, на 600 рублей она столько купит. А у меня, к сожалению, не дали развернуться в этом, направлении. Очень здорово собирать на бездомных кормлениях. Потому что на 100 рублей выяснилось, можно купить курицу, а там еще картошки, морковь. Я посмотрела, сколько стоят носки, сколько стоят бритвы, аторазли, шампуни. И вы просите пожертвовать 100 рублей, человек чувствует себя просто господем каким-то. Просто вот на парнише 100 рублей ни в честь не отказывает. Чем реально приятно кушал курицу только что пожертвовал. голодым людям. С волонтерами так, конечно, не получится. С волонтерами нужно предложить что-то. Я сейчас хочу поговорить о текстах, если мы хотим звать волонтеров в наших проектах. что мы хотим собственно говоря волонтерам предложить что за 100 рублей надо понять что волонтер хочет получить от ваших проектов. А как понять люди очень разные просто настолько они мало того что разные и у каждого очень своя мотивация. Я за эти два года я мысленно разделила наших волонтеров на три части. Это мужчины отдельно совершенно фигуре. Это студентки веселые и не студентки женщины которые слишком много в этой жизни понимают. Как правило они хотят от волонтерства похожих вещей. К примеру мужчины хотят полезности. Они хотят чтобы они пришли и все работало. Они пришли и состоялся футбольный мальчик. Я пришел сегодня ребята подтягивались пять раз на следующий раз я пришел они же подтягиваются десять раз. Или они научились собирать электрическую схему. Веселые студентки они хотят чтобы дети улыбались. Вот прям чтобы вся больница хохотала. И они действительно идут в больницу. То есть студентки они не пойдут допустим в приюты они побаиваются тех самых подростков. И вот и есть люди которые в общем понимают что мир устроен как-то не так что это все катится в дьяволу лапой и надо что-то менять. Это вот третья категория они у нас идут в в всякие трудные места в те же самые ДДИ. и всем этим людям я пытаюсь вот в этой концовке дать свое. А если это мужчина я использую совершенно такие нехорошие сексистские приемы да да твое причем твой мужской разговор если я зову колонию я говорю ребят эти парни в колонии мальчики 14-летние они оказались там потому что это не было значимого парня ты же значимый парень приходи тебе там цены не будет в колонии тебя будут смотреть тебя будут слушать или допустим в 15-м ДДИ страшно тяжелые коляски аж 15 килограммов там наши девчонки не справляются они катают их конечно там катают но ты придешь и там все закатается с какой-то волшебной скоростью а если это девушки студентки то есть я понимаю что нам в больнице всегда нужны волонтеры именно играть с детьми действительно вот этот пластилин вот этот я так и описываю что в больнице тот самый запах хлорки те самые я к счастью лежала в больницах к счастью говорю потому что у меня хороший опыт к счастью я лежала в онкологии к счастью у меня есть подопечная в этом самом в доме престарелых я много лежала в больнице хоть все опыт который еще полезен вообще все в топку идет и в общем эта студентка она получит то что ребенок действительно на два часа забудет свои заболевания если это какие-то у нас что вам нужно у нас так и вставать а да вот третья фигура это людей которые значит которых мы знаем в разные тяжелые места я им так и пишу что действительно мир катится куда-то не то только мы в силах сделать хоть что-нибудь чтобы как-то это все сделать мне чуть лучше вот этих людей мы вот сейчас зовем в дома престарелых морально к кому обращаемся надо просто подумать что человек хочет получить вот эти самые 100 рублей и ни в коем случае не звать абстрактно на что-то на приходи и что-то будет такое человек потому что читая какие-то истории где пригодятся в авантюре вообще он начинает стесняться потому что в авантюре это явно не я а когда он предлагает конкретно поиграть в футбол на второй третий раз человек подумает а ведь действительно блин если мне третий раз объясняют что нескольник не кому-нибудь футбол с мальчиком на колонии а я задумывался о волонтерстве я пожалуй могу быть заголовок напоминался я на заголовок заголовок отдельная тема очень широкая как ни странно самый вообще заголовок он во многом побуждает текст прочитать несмотря на то что мы часто ставим в соцсеть там заголовок не нужен но очень часто он помогает вытащить какую-то основную мысль наше самое крутое социально ориентированное благотворительное издание из двух слов состоящее делает самые странные заголовки которые более ни о чем это просто надо еще додуматься недавно был текст в сети в сети дальше будет лучше хорошо я знаю что это издание оно пишет очень длинный текст дальше будет лучше а я листаю дальше я листаю дальше ленту появляется тот же самый текст которому редактор написал тизер и она пишет что Евгения Волонкова условно говоря отличный автор съездил обалдеть куда к такой потрясающей женщине которая эвана как живет здорово как зачем поставить такой заголовок просто все дело в шляпе будущее покажет если можно в заголовок вставить глагол он там лучше пусть будет заголовок типа половина девочки ну в нем может сказать загадка да это исключение только подтверждающее правило лучше если все-таки будет какой-то заголовок причем московский комсомолец и коммерсант они очень часто грешат вот такими заголовками типа туфлики для зорушки потому что на полосе он занимает очень мало места с ним можно поиграть типа мы такие олдскульные такие шутники мы так здорово со словом играем но когда они вытаскивают текст на сайт туфлики для золушки обязательно преобразуются во что-нибудь типа загадочный спонсор привез контейнер обуви в детдом никаких туфель для золушки на сайте точно не будет это не прочитается глагол и собственно говоря да я описала структуру описала те правила которыми я пользуюсь и напоследок хочу сказать что даже если вам не удастся этим своим текстом не прекращить денег не волонтеров он просто сработает на имидж на пользу на пиар вашей организации хотя бы поисковики ускоруют пусть это будет просто хороший текст потому что мы же чего-то хотим от людей мы хотим взять у них денег мы хотим взять у них время волонтерское дайте же им хотя бы годный контент чтобы человек прочитал я всегда говорю надо уважать своего читателя а какой бы фигни я ни писала я постараюсь так чтобы человек у меня было мучительно больно поставил поставил точку и не перечислял деньги не пошел волонтерить я все надеюсь мы помогли хоть что-нибудь да ну Виолетта скажи что-нибудь что сказать что тебе пригодится на будущее пригодится наверное то что нужно углубляться вот эти вот описания не нужно не нужно я все-таки этим грешу в своих текстах я показываю вот эту вот ущербность иногда слишком много вызываю сочувствие слишком много и вот я теперь наверное буду как-то осторожнее к этому относиться и не выставлять читателя бы легко чтобы он почувствовал себя уверенно когда читает мой текст чтобы он не подумал а ну это лишь бы там деньги собрать меня и все и не выключил ну и потом не перелистнул на самом деле мне кажется что это ну как просто нужно сидеть и писать 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 со временем просто понимаешь как это как это делается ну что самое интересное могу сказать что когда читаешь потом комментарии думаешь каким местом в очередной раз читатель читает ну откуда он это взял почему он выдернул именно эту деталь ну да он комментирует за тем чтобы выпендриться это сбивает прицел я не понимаю что у меня сработало или это поэтому я не читаю комментарии в принципе я исхожу из того что ну вот ну там у меня в фейсбуке я понимаю этих людей а вот где-то на стороннем сайте надо просто исходить из того что читатели идиоты сразу или какой-то процент из них идиотов то есть на свете существует две категории значит как бы вот две категории людей чьи комментарии читать нельзя никогда просто значит первый это комментаторы на эхе Москвы значит если ваш текст опубликован там и появились какие-то комментарии то лезть не надо потому что там гарантированно будет такая дистиллированная шизофрения просто вот налита до краев особенно если они начинают спорить между собой вот и это православные комментаторы вот поскольку это та аудитория для которой в защитной степени работают на кто ориентируем фонд предания то тоже значит это просто вот люди живущие в особом мире совершенно с другими законами чем значит и в этот мир если вы как бы не знаете кудру строя лучше не ходить вот потому что вы просто не поймете только поругайтесь никакого смысла в этом не будет меня дико сбивает две реакции когда пишешь какую-то историю разжевываешь ее и реакция валить надо или второе ну а что вы хотели выбрали Путина ну что они это не троллинг нет как бы человек подобными значит приплетания вот этих глобальных реальностей он таким образом себе как бы подтверждает свою правоту что он прав что свалил или прав что хочет валить вот значит то есть это как бы в другом месте другие также могли бы писать значит что к сожалению из-за этого ты не понимаешь у тебя вообще работают тексты если работают то на кого что происходит это проблему эксперимента в психологии что когда человек оказывается в результат ситуации психологического эксперимента он уже не как вне ситуации психологического эксперимента и поэтому никогда нельзя в конечном счете говорить что в психологии эксперимент вполне возможен поскольку слишком уникальный объект который все время меняется к тому же, в зависимости, в том числе, когда его ставят ситуацию эксперимента. Моя фокус-группа – это такая вещь. – А это статистика? – Ядекс-статистика. – Угу. – Если деньги есть, денег на все просто. – Ну что, мы как-то очень прекрасно закончили, как ни странно. Нас летать минут, чтобы, если нет вопросов и чего-то еще, чтобы вальяжно спуститься и забрать по книге. А, кстати, книгу написала я. Не то, чтобы я написала, мне поставили задачу за месяц собрать… – За месяц написать? – 25 интервью, да. И вот, собственно говоря, это результат. – Это круто, насколько считалось? – У меня это был поток, серьезный. Я с утра договаривалась с кем-то в скайпе, в нем разговаривала, вечером пыталась… я уж сама не расшифровывала. Это был расшифровщик титров. И я просто слушала и думала, а что означает фраза «когда мы вышли с гусятами на ламбаду», объяснялось, что это просто волонтеры в ДДИ вот таким образом перевели эти вот… – Угу. – Да, и ночью я отправляла на почитать девочку. – А можно еще вопрос задать? По заголовкам вот не очень я поняла. Получается, всегда же хочется, чтобы он был максимально интересный. И как лучше вот именно в таких текстах умудрить с ним или попроще, вот как вы пример привели, чтобы кликали люди, переходили вот и читали до конца? – Как вот… – Это вообще очень широкая, это очень широкая тема. Вот прям какая-то… – Просто всегда это, наверное, самое сложное в тексте моем… ну, в моих текстах самое сложное придумать такой заголовок, чтобы он не был максимально простым, ну и чтобы суть была хорошая. – У меня нет ощущения, что заголовок должен как-то передавать суть. Единственная задача заголовка, ну вот в том мире, в котором я живу, это чтобы по себе захотелось посмотреть, что там в тексте написано. Вот. То есть, чтобы он не должен раскрывать текст сразу полностью, потому что, значит… – Как делать «Минуты» сейчас? И «Новая газета», они же в двух фразах сейчас начинают почему-нибудь делать заголовки. – Да. – Да, там, где-нибудь прошли митинги, митингующие требуют того-то. А что дальше читать-то? – Все понятно, да. – И тут большие дискуссии по поводу вопросительных предложений. – Да, Коль! – Нет. – Справится ли Бога творительность с кризисом? Я этот текст читать не буду, потому что, несмотря на то, что, скорее всего, в тексте идет дискуссия, справится ли, есть масса сомнений у явно у автора которой. Тем не менее, у наших с вами текстов, если не знаете, что делать, очень хорошо сработает и восклицание, и вопросительное. Допустим, те же самые «Как почувствовать себя настоящим мужчиной?» – в тексте будет ответ. – Нет. – Ну, я сейчас так вообще… Зачем волонтеры в онкологической больнице? Явно в тексте мы с вами не работаем на всех читателей подряд. Наши читатели – это те люди, которые думали об этом. мы не хотим шокировать, мы даем какие-то ответы. Это я сейчас говорю про, скорее, волонтерство, не про фантрейзинг. «Как почувствовать себя полезно?» – такой заголовок, скорее. Но мне уже очень сложно сказать, потому что я пишу по три заголовка, наверное, в неделю. У меня он восклицательный, просительный и цитаты. Я вообще уже затрудняюсь. – Спасибо большое. – Ну, что-то предложение лучше, наверное. Я кроме фантрейзинговых текстов пишу либо какие-то профессиональные такие тексты, которые, значит, будет читать узкая профессиональная тусовка, а за пределами ее они все равно никому незачем не нужны. Комментарии к поправкам закона благотворительности, кроме, значит, коллег читать свою никто не будет. И я еще пишу проповеди. В общем, такая часть моей работы, что я пишу проповеди. И вот с проповедями довольно заметно, что от них люди хотят практики. Но при этом нельзя, чтобы эта практика была в тупую написана, значит, в заголовке. «Как не впасть в отчаяние» – это плохой заголовок. А, допустим, нас предупреждали, что все это кончится – вот это хороший заголовок. «А можно мне в пост веселиться?» – Хороший? – Ну, лучше, чем «как не впасть в отчаяние», потому что «как не впасть в отчаяние» – это дает таким, значит, дешевой рекламой такой. – Мне кажется, можно мне в пост веселиться, я прямо точно знаю, что мне дадут ответ в этом тексте. А вдруг в пост все-таки можно веселиться? – Только что можно. – Можно. Более того, Писание прямо предписывает, что если ты хочешь поститься, то умой лицо свое и вообще явись перед людьми радующимся. А пост твой – это твое личное с Богом дело, и Бог твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Извините. Когда-то я мог бы даже назвать книгу, главу и стих, но сейчас уже не могу. Несколько утратил квалификацию. – Все, спасибо. – Спасибо. – Спасибо.